Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Игорь боролся. Не стало известного актёра. В пятницу 22 мая ушёл из жизни артист молодёжного театра Алтая Игорь Бочериков. Ему было всего 55. Игорь Алексеевич окончил Алтайский государственный институт культуры в молодёжный театр Алтая. Он пришёл в 88-м и служил в нём до конца своих дней. Коллеги вспоминают, что вне сцены Игорь Бочериков был добрейшей души человеком. Мягким, отзывчивым, готовым прийти на помощь и дать совет. Его верность профессии, театру заражали коллег, служили примером молодым артистам. Молодёжный театр Алтая понёс страшную утрату. Весь коллектив выражает соболезнования родным и близким. Осознать такую потерю невозможно. Трудно представить театр без него. Навсегда запомним артиста, отдавшего театру около 30 лет, как трогательного, тонко чувствующего человека, внимательного к коллегам, трепетного по отношению к своей работе. Он без сомнения был профессионалом своего дела, жизнерадостным книгачеем, большим другом для взрослых работников, понимающим наставником для молодых. Игорь Бочериков обладал удивительной актёрской гибкостью и восприимчивостью. Ему удавались роли разного психологического рисунка. Прорывом в актёрской судьбе Игоря Алексеевича стало назначение на центральную роль роль Афанасия Ивановича в спектакле по повести Николая Гоголя «Старосветские помещики». Спектакль получил основной диплом вдохновения на втором региональном фестивале «Своя игра» в Новосибирске в 2006 году. Нельзя не сказать о том, как Игорь Алексеевич понимал и высоко ценил художественное слово. Он самостоятельно создавал чтецкие программы по произведениям Василия Шукшина и Владимира Набокова. Искренние и глубокие соболезнования. Светлая и вечная память. Благодарю Вас за просмотр. Делитесь видео с Вашими друзьями. Пишите Ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok